У студентов нашей страны Третий трудовой семестр И каждый старается сделать свой личный подарок 25-й годовщине создания в стране Первых студенческих строительных отрядов В город Алма-Ату на всесоюзный слет Прибыли и те, кто 25 лет назад в Казахстане Открывал планету Целина И те, кто сегодня трудится на стройках Западной Сибири и российского Нечерноземья Трое отрядовцев приветствовал член политбюро ЦК КПСС Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Товарищ Кунаев Как не важны заседания Но главное место для обмена опытом Строительная площадка Рабочая специальность, полученная во время третьего семестра Еще не раз пригодится в жизни молодого специалиста Строительная площадка А вот что да! Стройотряд это место, где сливаются воедино Романтика и жажда настоящего дела Стремление к полной самостоятельности И мечта стать членом коллектива единомышленников Не потому ли уже взрослые люди С таким трепетом прикасаются к своей стройотрядовской молодости И конечно, кто забудет знаменитые стройотрядовские песни А стройотряды уходят дальше И строй гитары не терпит фальши А наш словесный максимализм Проверит время, поверит жизнь ПЕСНЯ Необычные худсоветы приходится проходить работам художника Петра Алексеевича Чиканова Он график-рекламист львовской кондитерской фабрики «Светоч» Зато его работы имеют колоссальные тиражи И все с начинкой Сладкой Во время Великой Отечественной войны Рисунки сапера Чиканова тоже носили прикладной характер И тоже были с начинкой Но со смертельно опасной Он разбирал и срисовывал новейшие вражеские мины Его скрупулезные и точные рисунки Размноженные в тысячах экземпляров Спасли много жизней саперов Интересовался Петр Чиканов и архитектурой Вражеских коммуникаций и бастионов Благодаря его графическим работам Солдаты находили кратчайший путь к победе Закончилась война И демобилизованный сапер Вновь взял в руки кисточки и перья Теперь его графика Рекламирует сугубо мирную продукцию Предприятий города Львова То, что произошло, трудно вообразить Смерч Представьте себе Гигантский хобот слона Диаметром 100 метров Который всасывал в себя Все, что попадалось Леса, дома, даже асфальт с дорог Корежился металл Многотонные предметы летали по воздуху В этом доме смерч побывал всего несколько секунд И вот что наставил Огромная воронка крутящегося воздуха Испытывала на прочность все земное Но люди выстояли Они противопоставили стихии Мужество и организованность Так было и в 7-й клинической больнице Наш коллектив Довольно Прилично справился С теми задачами Которые поставлены были перед нами Наш персонал Показал себя Очень с хорошей стороны Почти целые сутки нам пришлось Не покидать рабочее место Но В конце концов Необходимые мероприятия Операции Были сделаны Нашим персоналом ЦК КПСС и Совет министров СССР Приняли специальное постановление Говорит зампред Чрезвычайной комиссии Ивановского обл. полкома Товарищ Кузнецов По призыву чрезвычайной комиссии Почти все промышленные предприятия Ивановские промышленные предприятия Откликнулись И работают на восстановление всех объектов Которые пострадали в результате стихии Как известно в городе была прекращена подача воды И вот в этих условиях Когда в головных водопроводных сооружениях Произошли крупные разрушения Нужно отдать должное Дежурившим там людям Молодым практически девочкам Которые в этих тяжелых условиях Не испугались Предотвратили еще большую беду И в результате чего через буквально 6 часов Вода в город была подана Ну я думаю, что до 1 августа Все работы с помощью промышленных предприятий Будут закончены И люди получат восстановленное жилье Человеческая взаимовыручка Сильнее смерчи Эту истину еще раз доказали советские люди Залечив раны, нанесенные ураганом 19 июля 1979 года Народ Никарагуа покончил с ненавистным режимом самосов И вот прошло 5 лет 5 лет труда и надежд И борьбы против тех Кто пытается вернуть старые порядки в стране Порт Каринто Он занимает важное положение во внешней торговле страны В ЦРУ учли это обстоятельство Склад горючего в порту Был взорван контрреволюционной агентурой Молодой армии Никарагуа Приходится постоянно вести борьбу с наемниками ЦРУ Вторгающимися с территории соседнего Гондураса В этих условиях сандинисты и народ Никарагуа Сплачивают ряды для борьбы с контрреволюцией ЦРУ санкционировало минирование территориальных вод суверенного государства На американских минах подорвались многие торговые суда иностранных государств Соединенные Штаты оказались втянутыми в международный скандал Минирование никарагуанских портов Вызвало недовольство даже среди конгрессменов США Отвечая на запрос Сенатской подкомиссии по иностранным делам Заместитель госсекретаря США Кеннет Дам Не нашел ничего лучшего как заявить Что минирование портов суверенного государства Согласуется с уставом ООН В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций Который был созван по просьбе Никарагуа Была выработана резолюция, осуждающая США За резолюцию проголосовало большинство членов Совета При одном против Представитель США наложил вето на эту резолюцию Действия Соединенных Штатов против Никарагуа Были осуждены международным судом в Гааге Решение суда явилось важной моральной победой сандинистов На вопрос, могут ли вернуться прежние порядки в стране Народ Никарагуа отвечает Мы скорее умрем, чем будем жить по-старому Свободный народ не запугать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok